День Победы – любимый праздник белорусов. В нем смешались и горькие воспоминания ветеранов о войне, и радость мирной жизни живущих сегодня. В Могилевском областном краеведческом музее открылась выставка 80 реликвий Великой Отечественной войны. На этой выставке 80 экспонатов из районных музеев Могилевщины областного краеведческого музея имени Евдокима Романова. В выставке предшествовал конкурс, который должен был выявить самые интересные предметы, рассказывающие о Великой Отечественной войне. Так и случилось. Эта выставка запланирована к 80-летию освобождения Могилевской области, и на ней представлено 80 реликвий Великой Отечественной войны. Это самые уникальные предметы, которые хранятся в районных музеях, а также в Могилевском областном краеведческом музее. За каждым предметом на этой выставке интересные легенды и военные истории. Но первое место в конкурсе заняла вот эта гимнастерка из Осиповичского музея совсем недавняя находка. Гимнастерка была найдена недавно в старом здании, когда разбирался чердак. Гимнастерка со следами крови, грязи. Возможно, это красноармеец 1941 года владел этой гимнастеркой. Возможно, он был ранен и находился на лечении в сельском доме. Еще один предмет, или вернее пара предметов – это каска погибшего воина и принадлежащая ему же иконка Николая Чудотворца. Каска была найдена поисковиками в Быховском районе. И случайно в подшлемнике нашли иконку. Возможно, владелец этой каски был верующий, носил при себе эту иконку. И бойцы после гибели этого человека его похоронили вместе с иконой. Не случайно вместе с военными предметами абсолютно мирные тарелки и вазочка для меда. Если гимнастерка – это символ войны, символ трагедии. Иконка сказкой – это символ веры. То есть человек верил в то, что он останется жив. То сервиз, посуда – это предметы мирного времени. Но еврейская семья, которая проживала в деревне Рясна Дребенского района, надеялась, что она вернется в свой родной дом. И этот сервиз был спрятан в земле на огороде в Чугунке. Увы, хозяева этой посуды так и не вернулись. Уже не так давно новые владельцы того огорода раскопали Чугунок, посуду сдали в музее, она хранится в Дребенском районе. А вот еще один экспонат из Быховского районного музея. Эта металлическая табличка, на ней написано «Герой Советского Союза, партизан Помятнов Илья Петрович» и в скобочках «Богомаз». Это видный партизан. Он помимо того, что партизанил, еще был художником. И писал иконы, поэтому у него была кличка «Богомаз». Но однажды, когда он выполнял задание, он был одет в немецкую форму, ехал на мотоцикле, и засады неизвестные его убили. Возможно, что его приняли за немца. У некоторых экспонатов на этой выставке есть имена и даты. У других они, к сожалению, потерялись в пространстве и времени. К примеру, как у этого старого фотоаппарата с автографом Константина Симонова 1968 года. А еще есть мундир Гусаковского из Хотимского музея, патефон из Кличевского, который оставили женщине разведчики и обещали вернуться. И предположительный котелок, и портрет героя Кличевщины Николая Сиротинина. И еще много всего. Это как раз то, что называется частными историями, но которые складываются в одну большую историю Великой Отечественной войны, которую никогда не забыть. И, кстати, эта выставка дополнена фотоснимками военного времени из архива Могилевского областного краеведческого музея и постерами ко Дню Победы самых разных лет. На снимках, кстати, узнаваемые и теперь пейзажи и городские улицы. На могилевчан обязательно произведут впечатление архивные снимки освобождения города 28 июня 1944 года и уже празднования Дня Победы в 1950-е в областном центре. И сразу понятна ценность мирной жизни. И как важно в сегодняшнем мятущемся мире сохранить жизнь людей. И, конечно, многие из нас очень хотели бы лично познакомиться с колхозницей Шкермановой, которая внесла 50 тысяч на строительство танка в подарок сыну. Все для Победы. Многие предметы, которые представлены на выставке, трогают до глубины души и вызывают самые глубокие эмоции. Некоторые эмоции сопереживания, радости, если, например, предмет спас кому-нибудь жизнь, как, например, часы, в которые попал осколок. Либо это предметы, как вера во что-то хорошее, вера в то, что война закончится, что наступит мирная жизнь. И все будут жить и пользоваться теми предметами, которые совмещают в себе два понятия – и мир, и войну. Выставка «80 реликвий Великой Отечественной войны» работает в Могилевском областном краеведческом музее имени Евдокима Романова до 7 июля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова